добрый вечер поехали одну я сегодня опять таки начну вот и продолжу тему может быть уже немножко бесконечно но понимаете вот постоянно вот идет борьба вокруг этого вопроса крым суворов все это взаимосвязано и смотрите вот это вот долбежка долбежка да она действует вот вот это вот сорок сакая вот это вот совдеповская вот это вот все вот этот конгломерат вот это тут уже какой-то вот он действует вот это вот газды газдепе долбит долбит везде у нас поражение 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 его знаете если люди может быть не очень искушенные вот падали жертвой этой долбежки ну это может быть где-то нормально даже но даже люди знающие вот искривляется сознание мозги деформируются то есть начинают говорить странные вещи понимаете меня удивляет вот у меня мозги совершенно не прогибаются понимаете поэтому мне это особенно досадно потому что у меня отличная память и я как бы не упускаю вот эти посмотрим вот и я вот значит у историка серьезные которые рассказывают про женскую операцию не то вранье что газдепе там осознанием дел не чувствуется что у него как бы солидный багаж вдруг говорит что суворов проиграл сражение могут швейцарии и вот это вот как выбор для меня как групп среди ясного неба вот надо чтоб на мозги нашей молодежи не прогибались под это дело никогда суворов никаких сражений не проигрывал это все вымыслы я хочу пояснить почему дело в том что было два сражения в альпийских горах это пацан гатаром тема сцена был разбит из него сорвали и полета ему удалось уйти да и и второе сражение на чертом мосту который также окончилась победой но как бы что кладется в основу того что суворов якобы проиграл ну и там бандеровцев опять там он там бросил там это союзники да дело то в том что вот суворов действительно попал там почти практически безвыходную ситуацию и только он у него 20 тысяч противом а сцены более 70 тысяч он занимает господствующие высоты он занимает чертов мост который штурмовать крайне сложно и который к тому же еще и был взорван то есть это под огнем значит этот мост восстановили разобрали но это вот и как бы известные я события те рассказывал ну вот что ставится вину суворову а что он ушел обратно в петербург но позвольте позвольте друзья если он якобы был разбитый поэтому бежал туда так а что ж вы не преследовали вы на конце концов победили великого полка вот давайте вот посмотрим а может быть у него было еще дофига сил да у него была крошечка сил он же спешил на помощь римского курсака у которого было 40 тысяч поэтому он как тигр ринулся через альпу желая успеть и спасти римского курсака потому что австрийские части начали почему-то улетучиваться у него было сил тысяч двадцать из них ну где-то четыре тысячи австрийцев остальные русские вот и вот в этой ситуации вот уже к битве к чертовому мосту альпийские трудности альпийского похода превысили все масса солдат просто гибло понимаете то есть недооценили вот этот вот рассчитывали на австрийскую помощь на какое-то продовольствие на каких-то булав и тому подобное к тому же он как бы вынужден был отказаться от какой-либо тяжелой артиллерии и к черту уже к исходу к сражению при чертовом мосту у него уже оставалось тысяч двенадцать не более истрепанных солдат с крайним запасом пороха там по одному два выстрела на ружье оставалось так вот и подумайте подумай под но однако бассейн был разбит и вот только потому наполеон не покарал потому что он знал кто кто его разбил да и давайте вот с вами подумай будут дебильные бандеровцы пишут он испугался он испугался бандеровцы вместе с французами шли на него стеной с массы я могу заверить что александр васильевич ничего не боялся но и вы слышали вы хотя бы вдумывайтесь вот в эти вещи что него не оставалось пороха порох в горах не сделаешь это на какие-то фабрики заводы вот и вот не с голыми руками было продолжать войну уж если так-то ставится то есть после того как армия спустилась в долину а что делать что оставшимися двенадцатью тысячами ведь войск то русских было не очень много ведь рассчитывали что что общими усилиями англия австрия там еще все сложно сложится и будет достаточно сил для борьбы с наполеоном но однако англия поселилась на кораблях и не очень так как бы рвалась как всегда в бой а вот и вообще не рвалась да ну спасибо нельсон он как бы с флотом действительно вот где есть там есть мы не будем говорить что потрепал французский флот но как бы грим брал ушаку вот и конечно при этом надо учитывать что ну как бы войска александра васильевича была настолько уже маленький что этот размер становился критичным для большой войны было просто невозможно продолжать не надо же вот совсем требовать александра васильевича вот эти придурки требуют чтобы взял одну роту и пошел до парижа вы так себе это мыслите ну я хочу сказать ну может александр васильевич вот выиграл это сражение а потом сломя голову побежал все бросал за ним там преследовали но я напомню что через горы конницу не мог перед перетащить а я напомню также что у наполеона наверняка было и конницы и все они вполне могли догнать но что-то никто не погнался за сувором когда он начал свой отход а начал он отход по совершенно простой причине просто и павел обиделся и суворов обиделся потому что вот это давление англии на австрийский престол она сказалась очень вредно очень ну как бы не оставить правдовольствие это вот не совсем хорошо бы мягко говоря я ни в коей мере не хочу сказать плохого про австрийских солдат и и на них легла слава и тени великого суворова да на них тоже это но я не могу сказать что вот это вот руководство австрийского двора я где-то даже благодарен там императору что он вытащил на суворова из ссылки там из кончанска вот это вот это это вот наше свинство так сказать вот но надо вот это понимать вещи да что но мы под аустерлицем да мы же не говорим что мы выиграли сражение ну проиграли проиграли но молодой полководец александр да ну он имел образование какой-то ну не хотел слушаться старого прославленного фельдмаршал да результат вот она ну как бы себе сказался да потому что еще бы михаил ларионыч если бы был не был тяжело ранен то может быть исход битвы был другой но тут мы и уже ничего не переделаем под чисто случайно войска перемещались тумане и они оказались напротив ставки кутузова и вся эта мощь ударила прям по нему ко всем несчастьям не дождались резервов не вот но но тем не менее как бы есть факт но зачем выдумывать на чем же основывался как бы вывод и историка я вот смотрел он там профессиональный действительно историк ну вот он берет эту бумажку массы и читает вот это просто смешно что вот на это люди реагируют обиженный полководец ну представьте вы бы имели 70 тысяч и вы как бы это самое были бы разбиты холодные как бы ободранной армии раздетой разутой с уже с большими потерями просто по пути это же обидно он же был неплохой полководец ну конечно он там писал что он написал такую фразу что вроде как суворов проиграл но я бы за этот проигрыш отдал все свои победу никто не говорит что массы на какой-то бездар он до этого он разбил русскую армию римского курс то есть не бездар не бездар однако вот против но мы же не говорим мы вот не сочиняем какой каких-то мифов что римский корсаков разбил массы вот понимаете а вот у на в отношении россии это такой путь ассороса такой путь отжать вот если нельзя что-то солнце как под заслонить то надо какой-то пятнышко потом это пятнышко будет разрастаться потом мы смешаем все это с грязью потом не чтоб не никто не истории не осталось не пальмиру снести чтобы все понимаете и все превратить в бабки панцы бабло понимаете вот чтобы она текло там что-то там богатство сибири потому что что такое люди без истории на ничто вот это просто толпа людей понимаете это какая-то общность вот ну если они теряют память они теряют притяжение не теряет связь и он на них это хорошо вот эти политик технологи понимают поэтому я как бы вот хотел вот этот момент чтобы ну вот почему и важно вот это где-то ну говорите что суворов проиграл называйте место дату в конце концов если там его не догнали если его солдаты шли быстрее конницы наполеона то чужие не двинулись на россию после астарлицев же двинулись на россию не остались там у себя в париже потому что действительно выиграли сражение а здесь же никуда не двинулись так чужие сочинять и слушать ну как бы оправдание в господи новую генерала которого жалко ну вот да вот что где-то его чисто по-человечески можно понять что для любого генерала это такую такую ну так какая обидно и поражение но ничего позорище вам аж сцену в этом нет турецкая армия не менее крепкая была в измогиле сражались они ожесточённо и потеряли бы там людей еще больше суворов там потерял до 10 тысяч убитыми там ранеными и прочее то есть это для него колоссальные были потери вот и здесь даже вот как бы немножко меньше вроде как получается но все равно потери грамотные пыли подпад но даже талантливый полководец да какими был массы на но оказался безоружным против гений такое бывает не не надо врать сочинять я думаю не гоже французским каким-то допустим историком уподавливаться глупым шляхтичем которые выдумывают которые вот этим бандеровцам то по голову и выдумывают нечто я думаю что ну как бы у французской армии немало каких-то побед ну реальных не вымышленных по сцене понимает если наполеон написал после бородино в про французы вы проиграли сражение то спорить с этим глупо понимает и глупости там толстой пишет своим во имя не имею что потом приводит другие воспоминания как он сидит на эльбе уже пишет всякую муть ну что что он там пишет что вот там вот кроме французов там были другие солдаты а русским то что легче шестьсот тысяч против двести сорока тысяч ну и там и немецкие вояки не хуже французских там или шляхтичи сумасшедшие это тоже этой фанатики по ним поэтому как бы вот я думаю что надо очень жестко отстаивать этого везде вот и как бы еще вот я хочу сказать опять таки вот вспомнить политику воронцова как вот он один просто разоружил англию вот к сожалению мы не идем в политике той же дорогу вот сейчас вот это мы присоединились к этим дурацким санкциям против кореи страна которая не нарушила никаких вот я говорю что все кто говорит что они нарушили какое-то международное право ничего они не нарушили не напали ни на одну страну живут себе спокойно но это самое но ведь вот и на них же сыпется угрозы вот уничтожить вот и наш еще подзуживает этого трампа он самолюбивый что о давай давай там это ну вы к чему вы включите голову наоборот надо скорее и принять сейчас вот кимченина в москве он хочет там повидаться и нам был удачнейший повод сейчас раз уж нас объявили оси узла иран россию китай так нам вот при всех наших разногласиях наши разногласия не должны мешать нам работать вместе и организовать нам общую оборону речь идет о том чтобы вот в рамках тех государственных границ сохранить нашу целостность все и а и для этого нам нужен только варшавский договор номер два вот в резине бы всем нашем политическом ведомстве действовали как мария захарова я думаю что мы уже давно бы заключили или с индии или с китаем варшавский договор номер два и стали был не области досягаемости вот в этом случае даже если без индии заключили все у индии там почти миллиард население мобилизационные способности вот такие вот у нас ядерное оружие ядерный щит все прекрасно если иран вести я думаю с удовольствием подтянется да и корее бы мы успокоили угрожать уничтожением 25 миллионов людей меня просто поражает а вот вообще вот эти это даже не направлено против южной кореи потому что вы подумайте а если завтра правда там нанесет удар по южной корее и 25 миллионов у вас просто никому там не останется не вот сын никак ничего и и а если в ответ и южная корея ну я не знаю вот логика диктует что ну не можешь доставить ракетами даже ну доставить фугас в ящиках контрабанды заложи его в вашингтоне где я вот сегодня даже защищаю жителей там скажем вашингтона нью-йорка вы уверены что вам не взорвут виновите вот это это сидит чванливый глупый американец олигофрен просто кончены горит да мы начнем войну но вы подумайте кто вами руководит вот это люди сороса давайте представим что даже пять процентов что это так что ящики стоят с ядерными фугасами где-нибудь вашингтоне в нью-йорке и одна мегатоночка там взорвется это же просто будет таскать не перетаскать ну ну хорошо в корее погибнет 25 миллионов а в вашингтоне скажем миллиона два-три ну я думаю так вот если по по мегатонии и вот и развита вот вообще мыслим этого, то есть ну вот если в смысле угрозы Кореи шли давно, они вполне могли вот так подготовиться, потихонечку все сделать, и все это может даже быть, ну вот это надо обыскивать сейчас все квартиры по всем Соединенным Штатам. Это вот из-за каких-то мракобесов, которые, вот это в Сенате идиотов, которые Трампа все время потравливают, стараются травить, вот это не надо наоборот обратиться к Соединенным Штатам. Надо даже сказать, что при всем уважении господин Трамп, мы, вот так бы была разумная политика, что мы уважаем и волю народа, который вас избрал, и ваше желание первоначальное наладить с нами отношениями, но в знак протеста против Кореи. Вот действий в Северной Корее мы абсолютно с вами не согласны. Ну вот еще 10 послов наших отзываем и ваших отправляем. дабы сдать знак, что вот нам это, а может и 50, чтобы было чувствительно. Ну поменьше здесь будет сырошников, вот и все. Это все равно шпионский гадюшник, который, кстати говоря, мешает развитию отношений между Россией и Соединенными Штатами. Вот я как бы по этому поводу высказался, потому что я вот каких-то разумных слов вот из нашей вот этой коммунистической тут тусовки вот 40 тысяч этих чиновников, наших КПССников, и ни одного, мало кого разумного слова. Ну вот если там Мария Захарова выходит, она говорит, мотивирована. И также, конечно, надо пресекать вот эти действия в отношении Russia Day. Ну конечно, нашу интернетную добровольческую армию все боятся уже. И это хорошо, и вмешивались, и будем вмешиваться. Вот и не просите, чтобы они... Но и вот почему и как бы и телевидение, я же вижу, что с интернета наши люди подготовят, а наш зомбоящик берет это, ну как бы... Ну это хорошо, это хорошо. Я думаю, что вот хорошо, что вот Russia Today занималась вот продвижением, она рассказывала Марии Захаровой, как она умненько все это обставляла. Надо защитить эти завоевания. Ну вот у нас какая-то запоздалая реакция. Ну принять решение. Давайте все... Если господину Трампу мешают наши журналисты, ну давайте всех наших журналистов отзовем и выставим всех американских журналистов, всех до единого. Все, и давайте тогда спокойненько тоже мы их объявим этими иностранными агентами, шпионами, диверсантами. Ну вот они-то, кстати, и есть. Вот по большей части так они и есть. Потому что, ну вот, допустим, наши службы внешней разведки, они могут, конечно, тоже пользуются такими. Ну, мы не дети, мы это понимаем, да? Ну, понимаете, эффективность действия, я не хочу недооценивать наших разведчиков, замечательных и все. Но действия их гораздо ниже, потому что эти, этот корреспондент, какой-то бомб приезжает, у него корреспондент на Албуцею написан, но он приезжает с акваяженком с зеленой бумаги, которая здесь все разъедает, которая все здесь переворачивает, уворачивает. Тот, кто еще вчера и не думал вредить России, уже сегодня запрягается в это дело по самое не хочу. Вот, ну, как бы вот так.